Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре очередной Руссобалт. Значит, это модель C24D30 с кузова Blondola 1910 года. Выпускался в Риге на русском балтийском заводе. Вот, мы уже посмотрели три модели Руссобалтов. Те были чуть-чуть, но более поздние. Это не самая ранняя из всех пяти, которые у меня есть, но практически. Сейчас мы посмотрим ее поближе. Что в ней есть интересного. По всей видимости съемная крыша. Но как-то... Вот тут защелка наблюдается над лобовым стеклом. И вот маленькие такие вот зажимчики. Если их отодвинуть... Но не хочу. Не хочу. Крыша, по всей видимости, снимется, но уже страшно. Модельки столько лет, что ни одно неверное движение, и можно что-то сломать. Вот декоративные ручки на дверях, на задних. Задняя часть кузова отделена, а передняя практически открыта всем ветрам, кроме ветрового стекла, ну и верхней крыши. Дверей нет у водителя. Что интересно, она праворульная, то есть руль с правой стороны мы можем заметить. Ну, трансмиссия, рожок. В принципе, вот декоративная отделка крыши золотые. Такие элементы декора. Вот, по-моему, под ножками они же выступают, кофры, в которые можно что-то складывать. Ну, фары головного освещения практически две. Тут как-то поменьше сделано на модели. Простенькая эмблема, опять-таки, на радиаторе. Ручка кривого стартера тоже есть. Но как-то это все менее выразительно сделано. Колеса спецованные, но не золотые. Вот, снизу мы можем наблюдать, что тут у нас. Русабалт. Модель указана. Масштаб. Номер. Элементы трансмиссии. Ну, в принципе, как бы и все. Снизу, с нижней части этой модели. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас из себя представляет коробка. Значит, на коробке присутствует АТК. Ну, вот, цена 7 рублей. И, видимо, она без копеек. Самая дешевая модель, если сравнивать с предыдущими тремя, которые у меня были на обзоре. Вот, ну, довольно-таки хорошо. Чернила сохранились, пропечатаны. Даже ничего и не выцвело за эти годы. Вот, смотрим, как она выглядит в коробке. Хочу обратить ваше внимание, что надпись, в отличие от предыдущих трех, выполнена на ней на английском языке. И такой интересный момент, под эмблему, вон, тоже в коробке есть вырез, чтобы она не зацепилась. Эмблемы, кстати, как таковой нету, там просто пробка радиатора. Но, тем не менее, вон, тоже под нее отверстие сделано в картоне. Так. Это у нас, получается, Руссобалт С2440, с кузовом ландовы. Вот где они выпускались тут, написано. Вот такая картинка на них. Вот мы сейчас обзор по этому делали. И еще пятый из этой же линейки. Вон он, следующий. Нет, не этот мы делали, я ошибаюсь. Делали мы наоборот. Ландола вот этот. А последний у нас будет в обзоре в следующем. Дубль Фаэтон. Вот он. И он с самого раннего производства, он 1909 года будет. После чего порусобалт, там обзоры будут закончены. Но еще очень много других моделей. Кому интересно, пишите в комментариях. Есть волки, чайки, москвичи, лады, рафики, правительственные модели. В большом ассортименте. Кому интересно, пишем. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok